Привет! Все больше и больше неравнодушных и любопытных приходит к выводу, что с пустынями что-то не так. Все явственней следы масштабной катастрофы, произошедшей на нашей планете совсем недавно. Байки антропогенеза про культурный слой уже не впечатляют никого, кроме упертых баранов от науки, которые всерьез доказывают нам, что мы... мы с вами. Просто нагадились только. Они не видят ни засыпанных этажей, ни отличия глины от помоев, ни очевидного факта, что люди не свиньи. Не, ну есть, конечно, но не в таких масштабах. Поэтому, если вы тоже считаете, что лошадиный кал через 100 лет превращается в глину, не смотрите этот ролик. А тех, кто еще готов к открытиям, кто способен удивляться, приглашаю к просмотру. И само собой обсуждение. Для начала вскользь пройдемся по уже заявленным теориям. Кто-то предполагает, что на Землю что-то упало. Кто-то без тени сомнения прямо заявляет, что на Землю упала комета Биэла. Упала. Отскочила. Снова упала. Ну прям не комета, а хоровод Пятницкого. В общем, танцы какие-то. Два притопа, три прихлопа, 48 полюсов. Воображение так и рисует перед глазами мальчика перед картой с камешком в руке, который этим камешком по карте тыщ-пыдыщ, тыщ-пыдыщ. А тут она так упала, а там она так. Мда, воображение штука серьезная. Главное нести чушь с серьезным видом. Еще кто-то решил, что пустыни это... Опилки. Ну да, очевидно же, бензопилой хреначили, ага. Нет, не бензопилой. Может лазером? Тогда откуда у лазера опилки? А опилки разве не собирают для дальнейшей реализации переработки? Например, ДСП там сделать? Или ОСП? Нет? Нет. Воображение оно все-таки... Да. Да я этих авторов прекрасно понимаю. Как не разыграться воображением, если официалы от проблемы просто отворачиваются? А как говорится, святое место пустое не бывает. И ведь правда, взялся же откуда-то потоп. Потеряла плотность атмосферы. Так, вода обрушилась на землю, и откуда-то взялись метры глины и песка по всей земле. Странный наклон оси вращения опять же. Уйти от этих факторов невозможно. Если, конечно, у тебя нет волшебных очков официалов. Так откуда же все это взялось? В качестве отправной точки в расследовании возьмем версию с упавшим небесным телом. Просто так. Эта версия мне больше всего нравится. Ну а раз так, то не грех бы взять ручку, да и посчитать. Посчитаем для начала объем песка в пустынях. Что? До этого тоже еще никто не додумался? Правда? Ладно. Смотрим википедию и выписываем площади самых крупных пустынь. Для верности проверяем информацию по другим источникам и... Ничего себе разница. Да и пустынь тут побольше, чем в википедии. В чем же дело? Оказывается, данные взяты из разных первоисточников. В одном случае это энциклопедия Британика. В другом – Всемирный фонд дикой природы. Вот сразу же путаница. Но мы люди отважные. Конечно, расхождение есть. Но на то, чтобы тратить месяцы на полное дотошное расследование, у меня нет ни средств, ни времени. Да нам сейчас это и не нужно. В любом случае будем усреднять. Просто потому, что нам надо получить хотя бы общее представление о проблеме. Итак, вот список пустынь с их площадями. Но тут снова тупик. У каждой пустыни собственный рельеф. У кого-то много песка, у кого-то его совсем нет. Как быть? Информации по толщине слоя песка в интернете тоже нет. Ну или я плохо искал. Антарктиду в расчет не беру по понятным причинам. Думаю, что самым правильным будет взять за основу пустыню Сахара. Как-никак, половина площади всех пустынь мира приходит в сомнение. Кроме того, барханы в ней иногда достигают высоты 300 метров, а иногда намного меньше. В любом случае, если я возьму за среднюю величину площины песка по всем пустыням мира, скажем, 12 метров, то точно не превышу реальный объем песка, а скорее всего, очень даже сильно преуменьшу. Переходим к расчетам. Общая площадь всех пустынь, за исключением Антарктиды, 21 миллион 894 тысячи квадратных километров. Или вот столько квадратных метров. При толщине слоя в 12 метров объем занимаемого песка составит вот столько кубических метров. И теперь, вот по этой сложной формуле, считаем диаметр сферы шара, который заполнит это количество песка. Получаем, диаметр искомой кометы 79 километров. Еще раз, 79 километров в диаметре по минимальным подсчетам. А вот это уже не шутки. Астероид, уничтоживший динозавров, был около 10 километров. А тут в 8 раз больше. Тогда давайте серьезно разберемся в этой версии. Комета или нет? Факт номер один. Размеры комет. Самая большая комета в Солнечной системе на данный момент, это комета Галяя. Но при этом она имеет форму сильно вытянутого яйца. При длине около 15 километров и ширине около 7-8 километров. То есть, не просто меньше, чем наше искомое тело, но меньше на целый порядок. Астрономы вообще допускают размеры комет не более 40 километров в диаметре. А это просто монстр какой-то. Факт номер два. Комета по определению состоит на 80% из газов и паров, в том числе и воды. Поэтому при подлете к Солнцу они начинают активно испаряться. И как следствие, появляется знаменитый кометный хвост, кома, состоящий из тех самых газов. Исключение может составлять ядро кометы, которое может состоять из более плотного материала, но при этом оно крохотное по сравнению с самой кометой. То есть, обрушившись на Землю, комета никак не сможет дать такое количество кремниевой пыли и песка. И его попросту там нет. Стыдно этого не знать матерым исследователям истории. Факт номер три. Кометы 3DBL, на которую взваливают всю вину, относятся к классу короткопериодических комет. Причем, сильно короткопериодических. Это означает, что период ее обращения вокруг Солнца составлял 6,5 лет. То есть, она была очень, очень активной. И с каждым приближением к Солнцу таяла все сильнее и сильнее, как снежок. Поэтому, в этом случае, я склонен все-таки доверять нашим астрономам. И думаю, что она просто развалилась на две части. Одна из которых, кстати, до сих пор существует. Надеюсь, этих аргументов достаточно для понимания, что объект, вызвавший катастрофу, никак не мог быть ни кометы Биелы, ни кометы вообще. Это был объект намного, намного крупнее. И снова мы в тупике. Ведь если не комета, то что? Но разве мы все учли? Мы с вами посчитали лишь пески известных пустынь. А наш катастрофический приятель был не столь разборчив. Об этом говорят наносы глины по всей земле. В каждом городе, поселке, стране, континенте. Да и песчаных пустынь на самом деле намного больше. Все знают, что под хвойными деревьями, под московными лесами, питерскими буреломами, за байкальской тайгой скрываются те же песчаные пустыни. Прямо под деревьями. Конечно, все это могло принести гигантское цунами. Но тогда встает вопрос, откуда? Если вся, подчеркиваю, вся поверхность земли покрыта этим словами. К тому же, некоторые исследователи, например, вольнодумец, высказали довольно здравую и логично обоснованную идею, что капало таки сверху, а потом стекало и таяло куда попало. А значит, нам надо считать объем не только пустынь, а всего земного шара. И не только материков, но и дно океана. То есть площадь всей поверхности земли. Площадь земли 510 миллионов 72 тысячи квадратных километров. То есть вот столько квадратных метров. Глубину наброса грунта посчитаем меньше, чем в прошлом расчете. Допустим, 8 метров. А это значит, что объем песчаной глиняной смеси будет вот столько кубометров. Радиус такого шарика будет 99131 метр. Или другими словами, 198 километров 262 метра в диаметре. То есть это был камешек размерами от Москвы до Рязани. Это больше, чем от Москвы до Твери. Это больше, чем от Москвы до Тулы. Это больше, чем остров Сардиния. Это ровно половина Исландии. Как вам такой размерчик? И это при том, что мы поскромничали с глубиной засыпки. После таких расчетов хочется встать и уйти. Потому что уж слишком фантастично. Нас ведь пугают астероидами диаметром 100-200 метров. Говорят, что всем будет плохо. Что астероид, уничтоживший динозавров, был всего 10 километров. А тут 200 километров в диаметре. 200! По самым минимальным расчетам. Да всю планету разнесло бы к чертям, ведь так? Ну что ж, давайте паниковать. И я вместе с вами денек-другой попаникую. А потом решим, что со всем этим делать. Друзья, никто из нас не застрахован от ошибок. И если в логике моей увидите вы сбой, то не стесняясь, четко, грамотно и без запинок, оставьте под видосом гневный комментарий свой. И отожди. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok